Ну и наконец, наиболее мощный протокол, протокол SPF. В IP версии 4 используется SPF версии 2. Это протокол, в отличие от RIP и EGRP, протокол состояния канала. Он работает по алгоритму D-Extreme. Но если у нас RIP и EGRP это дистантно-векторные протоколы, то есть по HOP считаются, мы это хорошо видели по протоколу RIP в прошлый раз, когда он гонял пакеты то через быстрый канал, то через медленный. Ему было все равно, как и гнать. SPF у нас базируется на стоимости маршрута. Она определяет, как пустить пакет. Сначала считает стоимость. Ну, стоимость, например, можно считать по скорости канала. Чем еще интересен ОСП, это понятием области. То есть, если RIP у нас плоский протокол, то есть он рассматривает одну область, которую он маршрутизирует. И, естественно, когда область, в которой находится маршрутизатор, увеличивается, то эффективность его падает до того, что он перестает работать. ОСП предлагает разбивать всю большую сеть на логические области. Центральная область, магистральная, это область нулевая. И другие области имеют другой номер. Соответственно, маршрутизаторы из одной области не видят маршрутизатора из другой области. Но знают о том, что существуют и другие области и могут с ними взаимодействовать. Кроме того, при разработке ОСП учитывалось, что существуют и другие протоколы маршрутизации, поэтому он с ними очень хорошо взаимодействует. Можно, скажем, унаследованная сеть с одним протоколом маршрутизации, и мы можем подключить ее к другим сетям, которые будут работать по ОСП. Ну, в общем, протокол очень хороший, но настраивается чуть сложнее, чем РИП. Сложнее, чем РИП он настраивается, особенно если у нас большая сеть. Ну, в нашем случае у нас сеть простая, и настройка будет, в принципе, такой же, как и для РИП. Что еще? Значит, у нас РИП по умолчанию работал сетями классовыми. Ну, РИП-1 вообще только вот классы понимает. РИП-2 уже понимает переменную длину маски. Но по умолчанию мы все по классам бьем. Так, запустим пакет трейсер. Загрузим наш базовый имидж. Вот базовая топология. И сохраним Save As как ОСП. Ну, и давайте настроим маршрутизацию на наших роутерах. Enable. Итак, у нас, как всегда, в IP-версии 4 на весь маршрутизатор цепляется. Мы задаем роутер. Вот вопрос нажал, видите, вот он пишет протокол и идентификатор процесса. Идентификатор процесса, еще раз напомню, он в рамках каждого маршрутизатора работает. А, то есть он не посылается в виде сообщений. Поэтому, в принципе, на разных маршрутизаторах можем поставить разные идентификаторы процесса. А вот все эти. Набирать мне неохота. Давайте мы. Вот вставим. Ну, что это у нас за сети. Так, 10, 0, 1, 0. Вопрос набираю. Вот тут написано. Wildcard bits. Кроме маски, есть так называемый шаблон. Wildcard. Он в простейшем случае, просто инверсией мы единицу заменяем на 0. На самом деле, это более сложная конструкция. Она, в отличие от маски, в которой у нас обязательно идут последовательно сначала единицы, потом нули. Ну, в общем, последовательно, сначала нули идут. Нет, сначала единицы, потом нули, да. Значит, они последовательно. То, когда мы вот шаблон, ну, wildcard делаем, то там они могут быть перемешаны. То есть, в смесь единиц нулей. То есть, это более сложные конструкции. Но, думаю, в данном случае это не важно. Мы просто обратили внимание, что мы ставим не маску, а wildcard. Давайте. Кон. Энэйбл. Конфигуры. Терминал. Роутер. Оспф. Пусть будет 2. И эти ставим. Давайте посмотрим, какая у нас конфигурация. Вот видите, у нас, когда мы настраивали RIP, у нас все сети схлопывались в одну. Ну, потому что он классовые сети делал. А тут записи разные. Right now. Эти маршрутизатор. Нейл. Фигуры терминал. Роутер. Оспф. Неважно, тут можно везде одинаково было сделать. Итак, копируем тут. Ну, или вы вручную их уводите. Ctrl-Z, видите. Оспф. Увидел друг друга. Right now. И последний роутер. Энэйбл. Роутер. Нужно понимать, что мы простейшую сеть конфигурируем. Более сложные топологии мы оставим для других предметов. Когда вы в сети будете рассматривать глобально. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Вот видите, вот у нас О, это ОСП. Первая, вторая, седьдесятая, одиннадцатая. Ну, и давайте попингуем. IP-config. И вот наш адрес. И мы одиннадцатый будем пинговать, да? PING 10.0.11.10. Да. Работает. Давайте теперь попробуем посмотреть, как у нас симуляция работает. Запустим симуляцию, запустим пакет. Увеличим. Вот так вот. Пакет ходит. П. ДП. Дополнительные протоколы. ОСП. Маршруты. Ждает. Давайте пропингуем отсюда. Давайте посмотрим. Где-то идет. В обратном. ICMP. Видите, вот он идет только по маршруту сверху. То есть по более быстрому маршруту. Давайте мы отключим. Интерфейс G0.0.0. Даун. Отключился интерфейс 1. Вот видите, вот это у нас пристало работать. Вот. ОСП, видите, рассылает, перестраивает маршрут. Вот видите, у нас тайм-аут пошел. Потому что он шел по тому маршруту, а тот маршрут пропал. И вот сейчас снизу пошел. Задойдет. Вот прошло. То есть No shutdown сделаем. Ctrl-A. No shutdown. То есть протоколы роутинга, как и видим, в действии. Ну, вот эта простая система работает вполне адекватно. Показывает действия роутинга. И по умолчанию ОСП конфигурит маршруты в зависимости от стоимости маршрута. По умолчанию он берет в качестве стоимости маршрута скорость передачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok